МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Пульс города. Чем живет сегодня Барнаул? Какие события в нем происходят? Явления, причины, люди и их поступки. Вот некоторые темы очередного выпуска. В Барнауле стартовал отопительный сезон. Хватит ли запасов угля и все ли многоэтажки получили паспорта готовности? Задачи на сезон. Сколько дорог обновили в городе и где ремонт еще продолжается? Новые школы и корпуса. Контроль за питанием детей. Как начался учебный год в Барнауле, какие проблемы вскрыл и каким образом их решают? Итак, отопительный сезон официально стартовал в сентябре в Барнауле. С 21 числа все потребители, то есть как социальные объекты, так и многоквартирные жилые дома, могут получать тепло. Первое время отопление пускают по заявкам. По данным городского комитета по энергоресурсам и газификации, внутридомовые системы теплоснабжения заполнены во всех учреждениях образования, 125 учреждениях здравоохранения и больше, чем в 2500 жилых домов. Специалисты энергоотрасли заверяют, что к отопительному периоду готовы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Запасов угля в пять раз больше нормативного уровня. Также к работе готовы 32 котельные. Однако пока не все многоквартирные дома имеют паспорта готовности, но получивших все же большинство, почти 90% от общего жилого фонда города. В Барнауле вот уже две недели прокладывают новые трамвайные пути на главном проспекте. И можно сказать, что важнейший для краевой столицы объект переживает кульминацию большого ремонта. В то же время в сентябре в городе завершили запланированное обновление дорог в частном секторе и близится к финишу ремонт улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Так в начале месяца закончили реконструкцию двух улиц – водозаборной и участка улицы 1905 года от Советской до Профинтерна. Подробнее о приемке и ремонте объектов по нацпроекту в нашем сюжете. В Октябрьском районе по нацпроекту в этом году отремонтировали всего одну дорогу – как раз улицу 1905 года. И хотя новый участок совсем небольшой – 400 метров для района – это очень важный объект. Здесь два социальных объекта. Это объект здравоохранения. Краевого значения он достаточно такой большой, с большим количеством посетителей. И, конечно, это сороковая гимназия. На участке не только обновили дорожное покрытие, но и благоустроили тротуары, сделали парковки, лежачие полицейские, установили дорожные знаки. Всего за пять лет по нацпроекту в районе отремонтировали более 40 дорог на сумму около миллиарда рублей. Дороги становятся все комфортнее, отмечает Любовь Ананина, депутат городской думы от Октябрьского района. Очень важно, чтобы такие дороги везде были в городе Барнауле. И депутатский корпус будет стараться и дальше развивать этот вид деятельности, заботиться о том, чтобы финансирование было на этой дороге. Кстати, в городе по нацпроекту в этом сезоне запланировано отремонтировать 12 дорожных объектов. Сделано уже пять. В том числе по улице Водозаборной в поселке Плодопитомник. Также, то есть дорога значима, в первую очередь, потому что там вообще не было асфальтобетонного покрытия. И мы в рамках ремонта, в рамках нацпроекта сделали усовершенствованное асфальтобетонное покрытие. Установили также дорожные знаки, нанесли дорожную разметку, установили бортовой камень. Ремонтные работы продолжаются еще на семи объектах. Валерий Ведяшкин напомнил, что за последние шесть лет в Краевой столице по нацпроекту сделано более 190 дорожных объектов. Потрачено порядка шести миллиардов рублей. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». К другим темам. Настоящий бум первоклашек. В индустриальном и центральном районах в новом учебном году первоклассники вынуждены учиться в переполненных классах. Более 30 человек. Но как стараются решить проблему, данному вопросу посвятили отдельную пресс-конференцию. О ее ходе и содержании далее. В этом году двери для учащихся распахнули 88 школ Барнаула. За парты сели 92 тысячи учащихся. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. И только первоклашек больше 10 тысяч. У некоторых из них при зачислении были сложности. В этом году с местами напряженка была в нескольких школах города. Это основные наши точки. Это индустриальный район, микрорайон новостроек и центральный район. Все проблемы на сегодняшний день решены. За счет чего это все решилось? За счет того, что мы, к сожалению, вынуждены были укомпликовать классы с большим количеством детей, нежели хотелось бы, так скажем. То есть на сегодняшний день классы есть и по 34, и по 36 человек. Но проблемы решают. В том числе и путем доставки на автобусах. К примеру, первоклассников из микрорайонов времена года Норд и кварталов 2010 и 2011 дробь 2, которые не попали в школы по месту жительства, возят на автобусах в другие учебные учреждения. Маршруты утверждены, автобусы арендуют. Маршрут будет, естественно, проходить по улице Взлетная, то есть от места проживания этих детей. И затем по Попово, ну то есть там определенный маршрут, в школу 114 на Панфиловцев и в школу 84 на 50 лет СССР 10. Детей будут забирать только с микрорайонов этих. По пути их забирать никто не будет. То есть вот здесь садятся на Взлетной и все. И дальше автобус следует до места назначения. Обратная доставка тоже есть. Власти рассчитывают, что уже в ближайшие годы проблему нехватки мест удастся решить. Ведь в перспективе появятся новые школы. К примеру, долгожданный объект открыли 1 сентября в микрорайоне «Спутник». Юлия Щепина, Владислав Ковалев для программы «Пульс города». В первый же день нового учебного года в Барнауле открыли новую школу на тысячу с лишним мест. Долгожданный объект появился в микрорайоне «Спутник». И детям этого населенного пункта больше не нужно ездить на учебу в другие районы города. В то же время продолжается строительство нового корпуса школы во Власихе. Сегодня его готовность оценивается в 80%. Когда закончатся работы? Об этом далее. Работы идут полным ходом. Расширение школы номер 98 – настоящее событие для жителей Власихе. Расширяют учреждения за счет пристройки нового корпуса. Ход строительных работ проверяют глава Барнаула, председатель Гурдумы и, конечно, родители, которые с нетерпением ждут открытия нового корпуса. Объект этот, он действительно тяжелый. Можно даже себе позволить сказать, там выстраданный. Мы его начинали еще в 2019 году. Было расторжение по контракту, искали другого подрядчика. Так сложился объект. Сейчас мы набрали ту динамику, заключили контракт с другим подрядчиком. Я уверен, в ноябре мы закончим строительство. И декабрем дети уже пойдут в этот, как мы его назовем, новый корпус. Современный новый корпус. Сегодня во Власихе живет почти 13 тысяч человек. В этой школе обучается около 1300 учеников. Причем это не только юные жители Власихи, но и поселка Октябрьского. Строительство нового корпуса – необходимость, ведь с каждым годом школьников все больше. Корпус рассчитан на 400 учеников. Его ввод позволит детям из Власихи и Октябрьского получать образование по месту жительства. Освободятся места в школах номер 50 и номер 118 Новосиликатного микрорайона, где они временно обучаются. А еще эту школу смогут посещать дети из поселка Лесной. Для барнаульских депутатов развитие системы образования, вопросы развития образовательных учреждений очень важны. Они все время на контроле. В последние годы в городе Барнауле активно идет реализация программ по модернизации образовательных учреждений, капитального ремонта и строительства. По словам Вячеслава Франка, строительство такого крупного объекта стало возможным благодаря поддержке краевого правительства, так как основную часть финансирования взял на себя региональный бюджет. По проекту в трехэтажном здании нового корпуса, помимо учебных кабинетов, появятся актовые спортивные залы, отдельный пищеблок со столовой. Основное здание школы и корпус соединят теплым переходом. Мы чувствуем настроение родителей. Они понимают, во-первых, они получают школу хорошую, а во-вторых, они получают плюс спокойствие себе. То есть ребенка не надо везти в другую школу, не надо тратить время на это. Но мы понимаем, что раньше здесь удобнее рядом с домом его проконтролировать. К тому же у ребенка есть возможность прийти домой, допустим, какой-то перерыв отдохнуть и пойти на дополнительное образование. Добавим, что параллельно строительным и отделочным работам запущен процесс оснащения нового корпуса школы современным оборудованием. На это выделено более 105 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Ирина Корчагина для программы «Пульс города». А хорошо ли кормят школьников и детсадовцев Барнаула? В краевой столице продолжают проверять, насколько грамотно организовано питание в учреждениях образования. Общественники, депутаты и специалисты Роспотребнадзора побывали в кадетском корпусе и детском саду номер 166. Завтрак, обед и полдник. Кадеты обеспечены питанием полного цикла. В городе это единственная школа, где учащиеся питаются трижды за день. Все приготовленное поварами мальчишки и девчонки уплетают с удовольствием. Естественно, качество блюд очень хорошее. Все готовится здесь, продукты заводятся и все готовится здесь. У нас нет, чтобы у нас какие-то блюда завозили. По словам школьных специалистов, меню используют продукцию только местных производителей. В ежедневный рацион кадетов обязательно входят фрукты и овощи. Всего здесь кормят больше тысячи человек, из которых более 500 учатся в начальной школе. Кстати, у кадетов есть своя специфика, даже в организации питания, отметили проверяющие. Сегодня было очень приятно видеть, что эта дисциплина порядок, она не только в рядах воспитанников, но этот порядок царит и на кухне, в рядах поваров, когда бригада поварская по-военному четко знает свою расстановку. Это царит и в складских помещениях. А это комиссия, которая регулярно проверяет продукты в 166 детском саду. Закупают их здесь еженедельно, а молоко и хлеб каждый день. В комиссии состоят и родители детсадовцев. Смотрю в первую очередь на срок годности, естественно. Также проверяю условия хранения, допустим, какой температурный режим для каждого продукта. Потом смотрю товарное соседство, ну, например, яйца отдельно, масло отдельно. Могу сказать, что лично моему ребенку нравится питание. Здесь много овощей, и это огромный плюс, потому что сейчас дети любят фастфуд, и это все вредно. Ну, в садике, естественно, питание у нас полезное. Разнообразные блюда мы стараемся включать. Неповторяющиеся супы. Супы в обязательном порядке мы даем на мясе. Второе у нас всегда высококалорийное, с большой концентрацией мяса, рыбы, сыр, масло. Даем фрукты ежедневно. Прежде чем еда попадает на столы детишек, представители комиссии пробуют все готовые блюда и делают записи в специальный журнал. Проверки учреждения образования продолжатся. Ну, а если у барнаульцев есть предложение по улучшению работы детсадов, они могут обращаться по телефонам горячей линии, которые сейчас на ваших экранах. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». В Барнауле начался сезон осенних ярмарок. Товарооборот первых из них составил более 10 миллионов рублей. Какие продукты востребованы и насколько они выгоднее, чем в магазинах, расскажет Данил Кузнецов. По осени считают не только цыплят, но и низкие цены. Особенно на ярмарках, которые начались в минувшие выходные в Барнауле. На торговых точках по всему городу расположились более 80 организаций. Традиционно самыми популярными приобретениями среди горожан стали сезонные овощи. На рынках сегодня цены начинаются от 26 рублей. Мы стартовали в этом году с картофелем от 20 рублей. В зависимости сейчас от урожая и как фермеры накопают свой урожай, может быть и понижение цены на картофель до 18 рублей. Морковка же в среднем обойдется в 25 рублей за килограмм. Второй по популярности продукт мясо также стоит недорого. Притом его еще и много. Есть как простые вырезки, так и колбасы. Мы так понимаем по разговорам, что они не первый раз, они пришли именно за этим товаром, они пришли именно к этому производителю, что подчеркивает о том, что здесь и качественные товары, но и, что немаловажно, цены чуть ниже. Я думаю, что такое продвижение, с одной стороны мы говорим, это благо для жителей, а с другой стороны это, конечно же, продвижение наших товаров и поддержка наших производителей. Стоимость продуктов от агрария в среднем до 40% ниже в сравнении со многими магазинами. Популярность ярмарок не угасает, об этом говорит и товарооборот. За первый день торговли он превысил 10 миллионов рублей, и это лишь начало. Мы видим по товарообороту динамику. Если посмотреть к прошлому году, товарооборот первого полугодия, он был уже выше на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Я думаю, здесь мы в осеннем сезоне еще немножечко добавим по товарообороту. Всего до ноября проведут еще 8 ярмарок. Не исключено, что это число может увеличиться. Проходить они будут, как и в прошлые разы, во всех пяти районах города. Также для удобства уже организовали волонтеров, которые помогают пенсионерам донести сумки до дома. А с некоторыми фермерскими хозяйствами, торгующими овощами, проработан вопрос о бесплатной доставке продукции на дом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев для программы «Пульс города». Четвертый этап благоустройства, пожалуй, самого популярного парка Барнаула, Изумрудного, завершился. Здесь закончили реставрировать главный вход и достроили амфитеатр. О новинках и дальнейших планах по развитию этого и других парков в материале Юлии Щепиной. Парк Изумрудный – главная точка притяжения для тысяч барнаульцев и гостей краевой столицы. Здесь завершают четвертый этап благоустройства. Главному входу уже вернули первоначальный вид. Постоянные посетители парка не могут не обратить внимания на обновленную входную группу в черно-белых тонах. Забор не стали менять на новый, его восстановили. А часы, которые позволяют окунуться в атмосферу прошлого, специально подобрали по старым фотографиям. Кстати, на них не нужно подводить время, они полностью оснащены современными технологиями. Второй вход, в отличие от главного, изменился кардинально. Новые ограждения оборудовали необычными встроенными лавочками с деревянными сидениями. На столбах установили фонари. Кстати, по вечерам ключевые места парка освещены красивой подсветкой. Увеличили сеть пешеходных дорожек, для гостей построили парковку. Завершили строительство крытого амфитеатра, натянут тент и появились ворота на входной группе. Этот этап работ закончили до дня города Барнаула. И не зря, ведь в парке, особенно в вечернее время, людей больше, чем на проспекте Ленина. Стало гораздо лучше, нравится, в принципе, все просторно, комфортно, есть чем заняться. Природа прекрасная, дороги сейчас хорошие. И озеро сделали хорошо, так вот чистенько все, тут все привлекательное. Ну, прогулочная зона. Прогулочная зона. Мы тут работаем рядом, нам как раз время скоротать вообще идеально, насладиться свежим воздухом. Кстати, только за пять месяцев этого года, с апреля по август, парк посетили более полутора миллионов людей. А работы не прекращаются. В сентябре продолжилось обустройство зеленого пляжа с газоном и лежаками. Восстановление зеленых насаждений. В первый осенний месяц их высадили больше сотни. Это все на сентябрь, первую половину октября планирую. Ну, а в середине октября уже подготовка к зиме. У нас стоит такая большая задача новая, это все-таки постараться организовать каток. У нас наконец-то запущен будет пункт проката. И, соответственно, надеюсь, что у нас горожане смогут еще воспользоваться катком. Следующий год тоже грандиозный. В планах большая физкультурная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирский, шахматный павильон, арт-объекты и даже информационная стела. Плюс для любителей охладиться хотят организовать пешеходный фонтан. К слову, работу нового фонтана в сентябре в тестовом режиме проверили в Центральном парке. Основные работы по благоустройству, запланированные на этот теплый сезон, здесь и в Юбилейном уже завершаются. В Центральном парке подрядчик устанавливает малые архитектурные формы и монтирует столбы освещения. А в Юбилейном идет установка туалетного модуля и посадка новых деревьев. Всего за осень парк пополнится двумя с половинами сотнями новых саженцев. В сентябре Барнаул с размахом отметил 293-ю годовщину с момента основания. В разных точках города в день его рождения прошли десятки праздничных мероприятий. Среди наиболее ярких событий Дня города два фестиваля – национальных культур и патриотический «Русское лето за Россию». Их посетила и наша съемочная группа. Вот два казана у нас. Два разных плова готовятся. Есть амаркандский плов, есть маргеланский. В этих казанах больше 50 килограммов плова. Только для того, чтобы нарезать морковь, мужчинам понадобилось несколько часов. К фестивалю национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» все участники подошли серьезно. Попав сюда, можно было узнать об особенностях культуры разных народов. На нулевом километре развернулась целая национальная деревня. 19 жилищ. Армяне, белорусы, узбеки, казахи, грузины, немцы и не только. Это идентификация своеобразная. Меня как представителя этого народа. Я горжусь своими корнями, своей семьей, своей историей семьи. Наши предки сюда приехали на Алтай. Мы поляки сибирские, русские поляки. Это у нас когда-то корни, действительно, фаня Ольга сказала. И поэтому мы как-то интересуемся этим. Может быть, кровь зовет, зов крови. Традиционные костюмы, мастер-классы, танцы и, конечно же, многонациональная кухня. От бешбармака до чурчхелы. Все эти люди не только хранят свои традиции, но и делятся ими с другими. Не зря Барнаул считается многонациональным городом. Что необходимо сохранять национальную традиционную культуру. Одно дело, когда мы с вами разрабатываем концепцию сохранения и принимаем стратегические документы. А это вот то реальное воплощение в жизнь, которое мы с вами видим. Я думаю, для каждого народа очень важно показать свою особенность, свою культуру. И особенность и многогранность русской культуры ярко проявилась во время музыкального фестиваля «Русское лето за Россию». В этом году он охватил 26 городов. Но Барнаул ворвался именно в день города. Второй раз подряд выбор выпадает на Барнаул в числе тех, не всех городов России, в котором этот фестиваль будет работать. Нам очень приятно, потому что возможность приобщить наших людей не только к хорошей музыке, но и к хорошим смыслам. Это очень важно. Кроме музыкальной программы на главной сцене развернулось множество площадок. Спортивные соревнования, тир, скалодром, творческие мастер-классы и даже площадка сильнейших людей, которые поднимали нестандартные снаряды. Мы здесь сделали несколько активностей, направленных на массового спортсмена, который, может быть, кто-то даже не тренируется, кто-то не занимается. Но у каждого из жителей, а также гостей города Барнаула есть возможность прикоснуться к миру силы. На фестивале установили рекорд России по древнему силовому трюку – удерживанию атлетом людей, которые тянули его в разные стороны. Людей было 16, а во время разрывания спортсмен надувал грелку. По мнению организаторов, площадке очень важно для россиян заниматься спортом и быть патриотом своей страны. Здесь в нашей локации есть кабинка «Своих не бросаем», где каждый желающий может передать виртуальный привет нашим ребятам на передовой. Ну и помимо этого написать письма, либо рисунки, что делают, в том числе и взрослые, и дети. Собственно, часть уже мы сейчас, сегодня же даже передадим нашим ребятам при отправке совместно с правительством края четырех фур туда за ленточку. Желающих записать видео для бойцов было достаточно. Приходили целыми делегациями. Искренне вам спасибо большое, что вы ратный труд несете, отстаиваете интересы нашей страны, отстаиваете рубежи нашей страны. К слову, начался фестиваль с кинопоказа лучших документальных фильмов, посвященных Донбассу. Атмосфера праздника, конечно, хорошая. Просто эмоциональное состояние на уровне. И вот, кстати, стилистика вообще мероприятия. Чувствуется, что стали обращать внимание на молодежь, на поддержку. Программы поменялись абсолютно. То есть чувствуется подача именно для молодежи, населения Барнаула. На главной сцене выступили известные российские вокалисты. Группа Фогилико, Диана Завидова. А хедлайнерами мероприятия стали группа 7Б и артистка Ольга Кормухина. Сегодня сразилось. Сегодня было такое единение, и, пожалуй, это самое главное. Я поняла, что люди сейчас очень реагируют на настоящую музыку, на настоящие смыслы. Потому что всех уже достали два кусочка колбаски, и ты меня не любишь, я тебя люблю. Это не то, с чем можно жить и расти детей. Не те песни, с которыми можно побеждать. В общей численности только эти фестивали посетили больше 100 тысяч гостей. И завершил День города праздничный фейерверк. Валентина Аскерова, Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. Для программы «Пульс города». А на этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на пульсе города. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова